Это свершилось. Чуть больше месяца назад в видео про собственные исследования и эксперименты с проводником Windows я обещал на 5000 лайков выпустить видео о превращении интерфейса Windows 11 в Windows 7. Мы набрали намного больше запланированного, чему я не только несказанно рад, но и удивлен. Так держать. Раз уж пообещал, то по-хорошему надо всегда свои обещания и обязательства перед заинтересованными в той или иной теми людьми выполнять. В 2022 году, помнится, мы переделывали Windows 11 под Windows 2000 и, как по мне, было очень даже неплохо. Пусть и не без нюансов, конечно. В этом видео мы переделаем интерфейс Windows 11 в Windows 7. Рассмотрим два метода переделки, посмотрим на минусы и сделаем вывод. Наливайте себе чай, будет очень интересно. А мы уж давайте начнем. За 40 лет винда от обычной оболочки для ДОС выросла в полноценную операционную систему с огромным количеством инструментария, функционала и софта. Но не всех могут устраивать какие-либо изменения в плане интерфейса и функциональное новшество. И таких встречается достаточно. Я могу их прекрасно понять. Например, станция метро Кантемировская за 40 лет практически не видоизменялась, ведь никто не жалуется. Хотя о таком дискуссировать на самом деле можно чуть ли не бесконечно. Вернемся к изначальной теме. В данном видео, как мы уже сказали ранее, мы рассмотрим два способа или же метода переделки, как кому удобно. Начнем с самого простого. В феврале 2024 года на просторах интернета появился целый пакет под названием Revert 8+, позволяющий в пару кликов максимально приближенно превратить свою Windows 11 в любимую семерочку. Данный инструментарий был выпущен человеком с никнеймом TechnicStuff, доступен на GitHub, и с июня 2024 года в репозитории проекта насчитывается аж 525 релизов. Уму непостижимо! Вот это мотивация! Не иначе. Установщик программы оформлен довольно симпатично. В стиле Windows 7. Ну, кто б сомневался. Далее нам предложат выбрать способ установки. Стандартная, полная или выборочная. Стандартная установит основные приложения, игры, медиа-центр и гаджеты. Полная делает то же самое, что и первая, но совершает множество патчей системных файлов. И если вы захотите воспользоваться центром обновления Windows, то нужно будет сделать некоторые действия. И, наконец, выборочная. Самое то для нас. Только вот... этот пункт не работает. Он не нажимается. Это последний на момент написания сценария релиз. Билд 1101. Ну, бывает. Выберем фулл, и после чего нам нужно забыть об этой программе на минутах 20. Можно чайку попить, послушать хорошую музыку, траву потрогать или до продуктового по-быстрому дойти. На пике процесса установки программа занимала от 3 до 5 гигабайт места на диске. Всё скачивание компонентов и инструментов в обязательном порядке идёт из интернета, хотя в гитхаб-репозитории проекта был файл getw7.exe и скрипт для PowerShell. Но сейчас этого всего нету. Странно. У нас применяется тема, закрывается проводник, и во время перезапуска начинает работу Windhook. После установки программа радостно сообщает, что её работа закончена, и после нажатия кнопки Close откроется проводник. Только вместо открытия он чё-то завис. Что-то мне это не нравится. После перезагрузки системы получаем такую красоту. А почему языковая раскладка перевернута? UVP не повреждён. Иконки заменены хорошо, однако календарь и список раскладок здесь есть десятки. Минусов тоже хватает. Об этом я подробно скажу позже. Смотрите видео до конца, это очень важно. Сейчас настал момент уже самостоятельной переделки системы. На протяжении двух недель я, впоследствии с одним человеком из команды, пытались адекватно построить шаги переделки интерфейса. Собственно, целью нашей задачи было следующее. Нам нужно сделать одиннадцатую винду похожей на Windows 7. В качестве основы берётся 24H2. При этом использовать Windows Blinds категорически запрещено. Системные файлы не должны подвергаться замене, а найденные нами нюансы должны быть объяснены. Также хочу заявить, что всё показанное предоставляется исключительно в образовательных и демонстрационных целях. Повторяя это всё на своей хостовой системе или виртуальной машине, все осуществляемые действия передаются сугубо под вашу ответственность и всевозможные риски. Все материалы будут выложены архивом в телеграм-канале. Думаю, можно приступить. Для начала нам нужно зайти в дополнительные компоненты и включить .NET 3.5. Он нам очень понадобится. После чего в обязательном порядке создаём точку восстановления. Вдруг что-то пойдёт не так. Начнём изменения с проводника. Нужно убрать вкладки и сделать его более семёрочным. В этом нам поможет программа Explorer Patcher. Доступна в GitHub полностью бесплатно. Важно помнить, что с 2024 года Microsoft отключает возможность глобального обновления с одной сборки на другую. Из-за Explorer Patcher они считают её нежелательной. Да и Defender тоже ругается на эту программу, хотя ничего плохого она не приносит. Исходники открыты, любой может их посмотреть. Во время установки проводник перезагрузится. После чего правой кнопкой мыши по панели задач, Properties и выставите все настройки таким образом, как указано на скриншотах. Выставили? Нажмите Restart File Explorer и идём дальше. Меню пуск и панель задач из Windows 7. В этом нам поможет программа Startleback. Программа является платной, и официальная лицензия к ней стоит около 5 долларов для США и 135 рублей для России. За 5 долларов можно получить от этого софта неплохое количество возможностей, часть из которых мы используем прямо сейчас, выбрав готовый шаблон под названием Windows 7. Пуск, панель задач, трей, календарь и прочие моменты сразу же преображаются. В конце определим некоторые настройки, увеличим отступы и сделаем подходящий цвет нашего меню пуск и панели задач. Начало положено, настал момент иконок, значки эпохи Windows 11 здесь ну никак не вписываются, прибегаем к использованию 7ThemeSourcePatcher и берём необходимый пак, запускаем, принимаем соглашение, программа выглядит вот таким образом, интерфейс да более простой. Добавляем кастомный пак, указываем наш zip-архив с иконками и нажимаем старт. Данное действие создаёт новую точку установления и заменяет в DLL и MUI объектах все иконки, навложенные из того пака. В данном случае на Windows 7. Процесс быстрый, как лайк и подписка на мой канал. Напомню, что именно для этого софта мы включали .NET 3.5 в начале. После завершения нужно перезагрузиться и вуаля, иконки готовы. Кстати, забавный факт, Windows Update обижается даже на простое изменение иконок в системных файлах и отказывается работать, что очень грустно. Ну слушай, панель задачи есть, пуска есть, иконки есть, а где обои и нескучные курсоры? Точно, самое время. Кидаем обои в cWindows Web Wallpaper, а курсоры кидаем вот сюда. Но и об звуковых схемах не забываем, конечно же, в семёрке их было очень много. Прилагается также файл реестра, он вернёт те самые звуковые схемы в настройки. Звук запуска меняем через WinAeroTweaker, ибо начиная с Windows 8 это звуковое событие официально спрятали. В Windows 7 присутствовал отдельный раздел игры, как кнопкой впуске, так и системной папкой. Есть скрипты, которые эту фичу возвращают, однако в 24H2 он, кажется, перестал работать, что подталкивает на фикс со стороны мелкомягких. А вот узнаваемые игры по типу Purple Plays и иных можно установить без проблем. Хотите классический пейнт и блокнот? Их также можно поставить, хотя кое-что нужно будет отключить. Весь процесс вы видите на экране. Калькулятор тоже не оставляем в стороне, ведь куда без этого-то? На этом моменте можно было бы сделать перекур, но так как я не курю, я покажу изменённый ток подписчиков за 90 дней и приступлю к последнему шагу. Установки темы оформления. В качестве темы возьмём Aero 7.11, доступную на гитхаб за авторством LittleFox2024. Применение темы обязательно осуществляется через ZimTool. Также скачивается с гитхаба. ZimTool позволяет применять не только официальные темы, но и те, которые не имеют подлинной цифровой подписи. Это как UX-зимпатчер на Windows XP, если кто помнит. Тему кидаем по этому пути, а в ZimTool от имени администратора нажимаем Install и перезагружаемся. После перезагрузки снова идём в этот инструментарий от того же администратора, выбираем Aero 7.11 и нажимаем Apply. Плюс-минус уже неплохо. Ещё нужно сделать эффект Aero и уменьшить кнопки управления окном. Решит эту проблему программа DVM BlurGlass. Перемещаем папку DVM с программой в System32, запускаем её и выставляем настройки, показанные на экране. Рамки по бокам окон делаем через скрипт WinHawk. Компилируем, выходим и добавляем DVM.exe в список исключений. Перезагружаем WinHawk и вы великолепны! Через него, кстати, возможно не только рамки окнам делать. Можно и свои скрипты писать, да и из общественного каталога ставить. Ах да, и поставим вот этот скрипт. А сейчас этап с подвохом. Мы можем сделать экран загрузки в стиле Windows 7 с помощью программы Boot 8+. Но для этого нам нужно проверить состояние битлокер на системном разделе и в случае чего отключить его этой командой. Также необходимо отключить Secure Boot. Если вас этот этап никак не оттолкнул, запускайте Setup.exe и нажимайте Install. Процесс осуществляется благодаря программе HackBee GRT. Ищется и привязывается EFI-разделка к диску A, добавляется свой EFI-файл со своими порядками, старый при этом резервируется, вдруг откатить пожелаете. В чем подвох, скажу позже. Как итог, наш результат работы выглядит вот так. Как по мне, это реально очень неплохо. Перейдем к минусам. И начнем со стороны Revert 8+. Программа поставляет в себе темы оформления эпохи Windows 7. Кроме архитектуры и прочих всеми узнаваемых вариантов присутствуют Basic тема и классическая. Применение подобного рода тем перестраивает DVM и перезапускает проводник. В случае с Basic это выглядит очень хорошо, а в случае с Classic очень грустно. Стоит напомнить, что максимальный опыт переделки этой программы предоставляется на Windows 10, что никак не удивительно. Теперь перейдем к кнопкам управления окон. Признаюсь, это буквально придирка. Но скажу авторам, что без проблем есть скрипты, которые меняют размер кнопок, несмотря на тот факт, что в движке тем это все приколочено. Вроде мелочь, но будет приятно. Со звуковыми схемами точно так же. В настройках звука и в реестре они не прописаны, но файлики есть. Также спешу сообщить, что если у вас к системе привязан аккаунт Microsoft, то этот софт вам противопоказан из-за тамошней реализации экрана приветствия. Во время тестирования одним из участников мы заметили, что экран входа циклично перезапускается и в целом не дает даже адекватно выключить ПК. Спросили тип учетной записи, вопросов больше не возникло. Теперь по поводу наших ручных деяний. Самая большая проблема – это экран загрузки. Для его работы, как уже говорилось ранее, нам пришлось отключать работу BitLocker и Secure Boot. Если на первое буквально можно забить болт, хотя бывали у некоторых случаи, когда из-за него не запускается операционка, ибо ПК просит пароль BitLocker, который, увы, вроде не просили сохранять безопасное место, ведь он автоматом шифрует диск, то со вторым будет сложно. Secure Boot может быть очень необходим различным античит-системам и прочим подобным продуктам. Я не ставил здесь медиа-центр, так как я не вижу в этом необходимости, хотя, если признаться, в этой переделке может существовать множество мелких недочетов. Но функционал оригинальной системы нам все-таки намного приоритетнее, чем огромная кипа ошибок и багов. С экраном блокировки такая же песня. Классик Logan Shell и консул Logan Hook не подходят. Первый просто не особо красивый, а второй плохо работает на 11-й винде. К слову, они оба работают только с локальными учетками, и, следовательно, мы бы вряд ли эти программы как-то взяли. Что в итоге? Считаю поставленную задачу выполненной. Мы никоим образом не использовали пропаритарное ПО Window Blinds. Мы не производили прямую замену важных системных файлов и компонентов, а UEP не плюется и не жалуется. Как по мне, с учетом условий поставленной нами задачи, выглядит это максимально компромиссно и красиво. А что вы думаете об этом? Можете ли вы что-то дополнить? Пишите свои мнения в комментариях. А на этом пока все. Ставьте лайки и подписывайтесь на YouTube-канал. Давайте здесь общими усилиями дойдем до 150 тысяч подписчиков. Огромное всем спасибо за просмотр и большущее спасибо людям, поддержавшим канал финансово. До новых встреч и хорошего настроения, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!